отправляемся с вами как и обещали гулять так гулять закройте глаза и представьте и зачем смотрите в оба закройте один глаз второй смотрите слушаем 10 лучших мест для посещения в китае китай ворота в восточную азию захватывающая сторона это древняя цивилизация подарившая миру пекинского человека порох и лапшу путешественники совершающие свою первую поездку в китай обычно придерживаются крупных городов окей так я хотела на самом деле про пекинского человека это сказать так хотел узнать кто это такой а синантроп а все понятно как который был найден при раскопках вблизи пекина но говорят что это получается более развитая развитый древний человек да да были развиты древний человек поэтому вот и вот так называют пекинский человек либо синантроп так так а мы остановились на опытных путешественников можно я да я понимаю что мне чуть-чуть погромче надо кажется заказывал суши да но путешественники совершают обычно опытные они отправляются в других направлениях конечно наши путешествия могут быть немного разочаровывающими языкового бакарьера но большинство планов определенно выполнимы для независимых путешественников посмотрим на лучшие места для посещения в китае это было прошло жизнь 10 место куньмин экономический транспортный промышленный и культурный центр юго-западного китая он связан железной дорогой со всеми крупными городами китая а также с вьетнама мягкий климат делает его хорошим местом для посещения любое время года а во многом из-за прекрасного климата выращивание цветов является основной отраслью промышленности а туристы может посетить циточные выставки аукционы и огромный ботанический сад в дополнение к своему очарованию город служит своего рода базой для изучения разнообразия этнических меньшинств в этом районе у меня есть вопрос практически меньшинства да пожалуйста скажи пожалуйста вот если ты говоришь на китайском языке это понимает мандаринский китайский так ведь да можешь ли ты понимать людей в других частях китая если ты пишешь да поэтому все новости и в том числе то что я буду сегодня переводить обязательно сопровождаются иероглифами а в принципе разные языки в китае это скорее диалекты или вот прям именно разные языки нет это диалекты это диалекты но есть традиционный китайской иероглифика традиционный китайский на нем говорят в тайване и есть классический китайский я могу только догадываться о том что написано если это сложная иероглифика это просто небо и земля я ничего не понимаю вот если я открою там тайваньскую газету я мне кажется больше пойму в японском потому что они заимствованы заимствованы представьте ситуацию тебя позвали на конференцию ты встречаешься с китайцем который ты будешь переводить и тут узнаешь что он из вот такого вот региона и ты вся в ужасе потому что понимаешь что это акцент самого из кошмарных снов ты знаешь ну как бы это уже теперь это уже практически не знаю достойно какого-то хоррор-фильма потому что по большому или как куда живет искала фантазийного фильма потому что сейчас все настолько осведомлены об этом нюансе с работы с китайцами что тебе всегда говорят провинцию город я не знаю и улицу на котором живет этот гость ну это шутка но мысль понятна то есть не может быть но я была в гуанчжоу на выставке сантехнической выставке и там было такое что вот была одна компания с южной части но они всегда есть люди которые говорят на классическом путунху а поэтому это это не беда то есть ты они начинают чтобы говорить они понимают что ты не понимаешь и ты понимаешь что это что-то за новый другой язык и все и так сразу коллеги подходят все порядке ну что ж это радует да на самом деле правда здесь это сразу говорят сычуань все ты такой отлично на сычуанском диалекте кто у нас тут говорит на сычуанском диалекте ну и можно посмотреть сейчас на ютьюбе как и везде да то есть можно посмотреть акценты разному да можно и дусов послушать может тайцев послушать как они говорят на английском на французском других языках то же самое с китайцами поэтому по большому счету оценить свои силы так можно ну а там дальше как вот с нашей прошлой предыдущей гости с до 7 разговаривали ну там уже знаешь акценты и как вот это все происходит как они будут говорить это уже от тебя не зависит ну что ж зачем это за более чем глубокий исчерпывающий ответ пойдем дальше я старалась 9 место джюджайко долина была описана как сказочная страна из-за ее многочисленных водопадов покрытых снегом карстовых гор и 108 озер с бирюзовой водой которые настолько кристально чисты что можете видеть дно это также местопитание гигантских пантов но очень сложно с ними встретиться из-за огромного размера этого парка ну и конечно количество туристов знаешь я недавно в парке увидела белочку я была офигенно счастлива поставишь если ты идешь по парку и видишь панда настоящую живую я еще живую панду в дикой среде и я не знаю это же опасно для если бы то сердечный призвод такой рубец будет от счастья причем так дальше восьмое место янг шоу янг шоу всегда очень был таким городом который привлекал людей привлекал туристов из-за непреружденной атмосферы и из-за своего доступности финансовой экономической доступности так подождите-ка я сделаю чуть-чуть погромче в 15 веке марко поло описал его как невероятный магнетический город в мире и он весь усыпан разными зданиями которые были созданы для расслабления и какого-то вдохновения а также большое количество различных temples храмов церквей пагод по побережью этого знаменитого озера в городе янг шо янг шо да шо это как раз таблица палазия который помогает такие вещи переводить китайские названия я бы как-то уже о нем рассказывал ты чего использовала когда переводил википедия а баня молодец википедия как бы смысл переводить все названия городов если их уже перевели сто лет как и использует одни и тире названия ну логично боже люди много красота номер семь янг шо он как раз вот ты знаешь я теперь поняла что вот этот был янг шо а тогда был хан джоу а янг шоу как раз знаменит своим своей непринужденной атмосферы сейчас он как раз привлекает всех все типы туристов это очень хорошая база для того чтобы отправиться в однодневный тур непринужденные неторопливый отдых по реке ли и в основном все люди возвращаются потом на велосипедах потому что они могут увидеть фермеров которые трудятся на своих вот этих вот полях видишь очень удобно ездить как раз на великах потому что ровная поверхность нет никаких взъем подъемов это гора я думаю что это деревья что флэт все это должна быть долины невозможно в горах у соуч сложно расположить эти вот рисовые поля в воде ну японцы как-то ухитрялись ты японцы они вообще в этом плане ребята ландшафтные гении надо когда тебя есть лимон и сделаю из них лимонный сок номер 6 у хаса у хаса это самый главный город тибет и также находится на 11500 100 метров над уровнем моря это самая высокая часть высокий город китая или мира мира нет нет мир мира я тебе вру есть еще лима перу нет по моему самый высокий высокий в вообще в мире несмотря на то что в тибет был поглощен великим китаем сохранил большую часть своей культуры здесь находится дворец потала это бывший дом далай-ламы и другой дворец нарболинка был построен в 1755 году а это был летний летняя резиденция далай-ламы до того как его изгнали нам нарболинка звучит как название чего-то на русском тебе не кажется вообще мне это напоминает что-то чешская норболинка да что-то такое славянское ну да так дальше я начинаю переводить давай так можно сразу сделать я погромче номер 5 сиань когда-то здесь начинался шелковый путь благодаря которому стала возможна торговля между многими странами евразии здесь находилась также резиденция 11 императорских династий до победения китая в период с 10 века до нашей эры до 10 века нашей эры его главная достопримечательность это недавно обнаруженная терракотовая армия которая защищала гробницу первого китайского императора городские стены сианы были построены в 14 веке их длина более 8 миль они не только часть истории города когда вы приезжаете в сиане вам часто приходится проходить по стенам под стенами или вокруг стен настя я так вижу что тебя вроде как слова сиань еще другим способом переведена чханань это бывшее название этого города то есть это другое название это не это 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 не он когда-то назывался именно так не сейчас все все верно то есть абсолютно сиань терракотовые войны да это это прекрасно я отдалила таких такие фигурки своему папе я надеюсь не в полноразмерную величину ты прямо сегодня у нас только шпировский то петросян мне кажется сейчас это было скругление куда переводить за 100 тысяч москву я вот так и знала что ты себе фиксируешь все эти вакансии себе я уже позвонила в каждое место однозначно не ответили я не буду грешными на веселье 200 предложили это коммерческая тайна поэтому переводим дальше давай номер четыре шанхай расположены на берегу восточно-китайского моря возле устья реки янзы и шанхай это крупнейший город китая здесь вы найдете множество с небоскребов сияющих торговых центров роскошных отелей и престижных арт-центров ночная жизнь шанхая это именно то как представляют китай на западе яркие неоновые вывески шумные улицы и многочисленные бары самые популярные места для прогулок это набережная вайтань расположенная вдоль реки хуанпу хотя защитные дамбы значительно изменили внешний вид набережной к ней примыкает множество памятников архитектуры на которые можно по-прежнему полюбоваться ммм какая красота эти маленькие джонки такие классненькие ты каталась на джонке? да конечно на самом деле вот так смотрю и в некоторых местах все родное это красиво такое родное но не до такой степени номер три великая китайская стена великая китайская стена это совокупности меньшего размера построенных различным династиями на протяжении многих лет эти стены воздвигли для защиты от внешних врагов с севера длина великой стены приблизительно 5500 миль некоторые участки стены лежат в руинах или окончательно разрушились это самое длинное строение в мире отдельные участки стены представляют для туристов особенный интерес бодолин самый популярный участок стены он ближе всего к пекину и на него легко сподняться ты поднималась на китайскую стену конечно конечно дважды ты на царапа там Настя была здесь можно иероглифами что я вандал что ли ты чё не это а теперь ты смешную историю расскажешь про китайскую стену отлично номер два Гонконг расположенный у юго-восточного побережья Китая Гонконг это роскошный центр мировой торговли где китайская культура переплетается с британским колониальным влиянием и современными высокими технологиями это город с наивысшей концентрацией небоскребов и почти наибольшей плотностью населения но при этом здесь есть множество парков гор и пляжей самые известные достопримечательности это знаменитая бухта виктория которая потрясающе выглядит по ночам и легендарный пик высшая точка города откуда открывается замечательный вид на город высшая точка города откуда открывается замечательный вид на город с вами были маленький клуб любителя масла масляного его президент мария быкова раздаю значки я люблю тавтологию да здесь мало тавтологии слов я люблю тавтологию я люблю мою любимую тавтологию это тоже хороший девиз я не повторяю не повторяю два раза два раза одно и то же одно и то же это выглядит реально как какой-то комикс номер один пекин пекин это современная столица китая и одно из самых популярных туристических наблюдений направлений его история насчитывает более трех тысячелетий и в городе сохранилось множество исторических памятников пекин буквально переводится как северная столица он неоднократно исполнял эту роль в течение долгой истории китая здесь можно посетить площадь тяньямень запретный город национальный музей китая а также старые и новые летние дворцы вы увидите здесь китайские сады древние памятники архитектуры и предметы китайской культуры из различных периодов долгой истории китая восхитительный китай но летом это одище а тяньямень нет негде спрятаться ты стоишь и печешься вот ты знаешь когда я переводила вот эту самую тяньямэн до меня дошло что я знаю это слово из французской песни между прочим там короче персонажи перечисляют что там плохого совершило человечество там было ну завон ну завон тюэ гивара но завон перми тянамэн типа мы позволили случиться событием на площадь тянамэн